Тайп 63. Китайский взгляд на бронетранспортеры. Боевые автобусы. Тайп 63. Заводское обозначение модели. YW-531. Стал первым китайским бронетранспортером, который был разработан самостоятельно без советской помощи и без оглядки на советские образцы боевой техники. Новая боевая машина была введена в эксплуатацию еще в конце 1960-го годов и по-прежнему находится на вооружении НААК. Машина, которая является своеобразным китайским аналогом американского гусеничного бронетранспортера М-113, получилась достаточно удачной. На базе БТР Тайп 63 было создано много образцов специальных боевых машин, вплоть до самоходных в 120 мм минометов, 130 мм РСЗО и 122 мм самоходных гаубиц. Считается, что за все время серийного производства крупной китайской промышленной корпорацией Норенко было выпущено примерно 8000 БТР Тайп 63 всех модификаций. Бронетранспортер активно поставлялся на экспорт. Данная боевая машина использовалась вооруженными силами КНДР, Албании, Ирака, Судана, Вьетнама и других государств. Во многих странах БТР Тип 63 по-прежнему находится на вооружении. Как и многие образцы боевой техники второй половины 20 века, китайский гусеничный плавающий БТР Тайп 63 успел поучаствовать в ряде войн и локальных конфликтов, в том числе во Вьетнамской войне, в Китайско-Вьетнамской войне, Ирона-Иракской войне, Первой войне в Персидском заливе. История создания бронетранспортера Тайп 63. До разработки собственного БТР, китайские военные активно использовали советские боевые машины, их лицензионные копии, а также адаптации советской техники с незначительными собственными доработками. Стоит отметить, что длительное время китайцы занимались тем, что отлично умеют делать и сегодня. Производили по лицензии и копировали чужие образцы боевой техники, а также вносили в них свои изменения и модернизировали в процессе эксплуатации. В этом плане создание бронетранспортера Тайп 63, который не опирался на советские разработки, представляет собой очень интересный пример из истории китайской оборонной промышленности. Созданная в Китае в 1960-е годы боевая машина получила простую конструкцию и была сопоставима с бронетехникой данного класса других стран, к примеру, с американским основным бронетранспортером М-113. Еще в июле 1958 года китайским правительством был провозглашен новый стратегический национальный план научного развития, в рамках которого предусматривалось и создание новых образцов бронетехники, в том числе гусеничного БТР. Изначально работы по созданию такой машины планировалось закончить уже в 1960 году, но на деле сроки разработки сильно затянулись. К созданию нового бронетранспортера привлекли КБ Северного машиностроительного завода, который позднее вошел в состав корпорации «Норенко», одного из крупнейших производителей китайского оружия. Так как модель нового БТР создавалась с китайскими конструкторами практически с нуля, процесс создания затянулся, работы по проекту продолжались вплоть до 1967 года. Несмотря на оригинальность модели, многие элементы пришлось заимствовать у советских аналогов. Особенно это касалось ходовой части, в конструкции которой китайские инженеры использовали элементы советского плавающего танка ПТ-76, Type-60, и плавающего гусеничного БТР-50П, Type-66. В процессе создания концепции и компоновка машины несколько раз менялись, пока в 1963 году китайские конструкторы не остановились на том варианте, который и пошел позднее в серийное производство. Тогда же машине впервые присвоили и индекс Type-63. Основные изменения касались компоновки. Китайцы пришли к решению, характерному для большинства производителей подобной техники. Моторное отделение было сдвинуто ближе к средней части бронетранспортера с правой стороны. Это было необходимо, чтобы сделать расположение силовой установки и трансмиссии более рациональными и обеспечить десантникам возможность выхода через кормовую дверь. Тогда же было принято решение усилить вооружение БТР, заменив 7,62 мм пулемет на крупнокалиберный. Первые опытные образцы в новой компоновке были представлены в 1964 году, но их доводка продолжалась еще достаточно долго. Все-таки сказывался недостаток опыта китайских конструкторов. Серийное производство гусеничного БТР Type-63 удалось развернуть лишь в конце 1960-х годов, а первая демонстрация перед публикой пришлась на 1967 год, когда бронетранспортер принял участие в военном параде в Пекине. Технические особенности БТР Type-63 Корпус новой боевой машины изготавливался из скатанных бронелистов при помощи сварки. Максимальная толщина бронелистов в носовой части корпуса доходила до 14 мм, борта и корма были защищены и слабее всего 6 мм. Передняя часть БТР имела кленовидную форму, при этом верхний бронелист был установлен под большим углом наклона, постепенно переходя в крышу корпуса, которая ближе к корме был чуть приподнята для удобства нахождения десанта. Компоновочная схема была традиционной для бронетранспортера в того времени с рядом нюансов. В передней части корпуса находились места механик-водителя, с левой стороны, и командира машины, с правой стороны, каждый из них имел свой люк, чтобы забраться внутри или покинуть боевую машину, при этом место командира было изолировано от обитаемого пространства машины. Сразу за местом мехвода по центру корпуса находилось место стрелка, который также имел собственный люк. Непосредственно на крыше корпуса рядом с люком стрелка располагался крупнокалиберный пулемет. За местом командира был установлен двигатель, изолированный от обитаемого пространства машины бронеперегородками. Трансмиссия при этом располагалась в носовой части корпуса, доступ к ней обеспечивался через съемный бронелист, расположенный в верхней лобовой детали корпуса. Всю кормовую часть боевой машины занимало десантное отделение, рассчитанное на перевозку до 10-13 пехотинцев, включая стрелка. Всего машина перевозила 12-15 человек, включая двух членов экипажа. Для посадки и высадки мотострелков в крыше корпуса имелись два больших люка, но основным средством выхода была кормовая дверь. В бортах корпуса и двери имелись бойницы для ведения огня из личного оружия. Силовая установка на первых моделях БТР, имеющих индекс АЕП, была представлена урезанным вариантом танкового дизеля В-2, развивающим мощность 260 ЛС. Этого было достаточно, чтобы разогнать бронетранспортер с боевой массой 12,5 тонн до скорости 65 км в час при движении по шоссе. Вне дорог машина могла разогнаться до 45 км в час. Основным вооружением боевой машины стал крупнокалиберный 12,7 мм пулемет, который является китайской копией советского ДШКМ. К пулемету имелось 500 патронов, снаряженных в ленты, хранящиеся внутри десантного отделения БТР тип 63. Первоначально место стрелка пулеметчика было полностью открытым, но уже в 1980-е годы, когда все бронетранспортеры прошли очередную модернизацию, стрелка защитили башенкой с бронещитками, закрывающими его с трех сторон. Для ведения огня по противнику мотострелки могли использовать свое личное оружие, стреляя из закрывающихся бойниц или больших люков, расположенных в крыше корпуса. Первый опыт создания собственного БТР выдался для Китая достаточно удачным. Созданная в 1960-е годы боевая машина, как и американский БТР М113, по-прежнему находится на вооружении. Точные цифры выпуска неизвестны, но по информации из открытых источников в КНР собрали не менее 8000 подобных гусеничных бронетранспортеров, которые активно поставлялись и на экспорт, пережив большое количество модернизаций.